Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. И сегодня я вам расскажу про стену Китай-города, про историю Китая-Родской стены, про ее как бы настоящую часть, не только где-то там пристроено, надстроено, построено заново, там вот есть новодел правее на площади революции, а про настоящий кусочек этой Китай-городской стены, которая была построена вокруг московского посада в 1538 году. Ее возведение продолжалось 4 года, а проект был разработан Петротом Малым, итальянским зодчим. Находится эта стена, ее сейчас можно увидеть, как раз за зданием Метрополя, гостиницы Метрополь. Вот это вот настоящая оставшаяся стена Китай-города. Стену эту подняли из кирпича, а изнутри забутовали природным камнем. Цокольная часть из белого камня покоилась на свайном фундаменте. Фортификационное сооружение в центре Москвы тянулось на 2,5 километра. 6-метровые стены поднимались на высоту тех же 6 метров. Тетриродскую стену проектировали по новейшим канонам тогдашней фортификационной науки, то есть с учетом развития артиллерии и его огневой мощью. Если проводить сравнение со стенами Кремля, то в глаза бросается более значительная толщина укрепления Титая-города и наличие на его стенах площадок для установки орудийных лафетов. Начиналась эта стена у арсенальной башни, заканчивалась уже рядом с Бетлемишевской. Что касается башен самой Тетриродской стены, то на ней их было предусмотрено 14, причем 8 из них являлись проездными, а через 3 осуществлялся выезд на главную улицу внутренней территории. Тарт через Воскресенские ворота, которые на сегодня являются единственными из сохранившихся ворот Титая-города, осуществлялся проезд на Красную площадь. За время своего существования Тетриродская стена неоднократно реконструировалась. Например, при Петре I в период Северной войны и угрозе нападения на Первопрестольную войск Карла XII у проездных ворот были возведены земляные бастионы, окруженные рвами, на дне которых были вбиты острые деревянные поля. Оборонительное значение стен Титая-города сошло на нет как раз после окончания войны со шведами. В дополнение к имевшимся проездным воротам были прорублены дополнительные проездные, которые выходили на улицы Варварка и Линка, а также на Никольскую. С течением времени были демонтированы и имевшиеся с петровских времен временные земляные бастионы. После прихода в 1917 году к власти большевиков Титая-городская стена стала для них помехой. Конечно, в тот период бывшее оборонительное сооружение имело весьма непрезентабельный вид, и вся приедающаяся к ней территория, и это было, как вы понимаете, в центре Москвы, она была вся застроена различными такими неказистыми строениями, и, согласно генеральному плану реконструкции города Москвы, стены Титая-города демонтировали полностью, оставив для истории лишь два фрагмента. Вот в районе Титая-городского проезда и вот здесь, у Титиковского проезда, за гостиницей «Метрополь» нынешняя. И здесь же, на вот этой вот части стены, была сохранена бывшая птичья башня. Вот она, эта птичья башня, кстати. Вот и слева, вы видите, уже начинается Титиковский проезд. Что касается вот этой птичьей башни, то она была построена в 1535-1538 годах, как и вся эта Титая-городская стена, она единственная башня, которая уцелела, настоящая, подлинная, и она представляет собой красно-кирпичную полукруглую башню без шатра. В 1870-х годах часть стены между птичьей и Троицкой башнями была сломана, и были построены Титиковские ворота, тоже решённые в русском стиле, а птичья башня оказалась совсем рядом с новым сооружением. В советское время она не была снесена, как и часть стены до театральной площади, так как не мешала работам по реконструкции улиц Москвы. Ну и надо сказать, если уж говорить так вот по правде говоря, то идея сноса вот этого всего фортификационного сооружения принадлежала ещё и Катерине Второй, сама идея. А совсем не коммунистам, которые, при которых стены даже начали какое-то время реставрировать 1920-е годы. Но в царствовании Катерины Второй до этого руки так и не дошли, и ограничились лишь демонтажом стен Белого города, где со временем было устроено бульварное кольцо. В правлении Александра Первого Катеринскую стену, как памятник древнего зодчества, было велено не трогать, но уже при Александре Втором, по просьбе Третьяковых, часть строения была разрушена для устройства торгового проезда к их пассажу. А сейчас, уже в наши дни, в планах градостроителей продолжение одного из фрагментов стены Китая-города до Киталеродского проезда. А пока их частично реконструировали, построили пешеходно-деревянный мост с галереей и открыли для посещения. Ну, вот в той части, которую я уже говорила, является как бы сейчас новоделом, в той части разместили ресторан, Титая-городская стена называется, и он оформлен, этот интерьер этого ресторана, в русском стиле. А на сегодня это все. Всем большое спасибо. Я жду вас всех на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok